Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Каким образом можно обратиться в прокуратуру онлайн? Как и когда проводят проверку газового оборудования в квартирах? Какой новый способ заключения договора с Петербург-газом доступен жителям города? И почему важно проводить проверки регулярно? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а прямо сейчас поговорим о вопросах, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы стараемся отвечать максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к нашему корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте, меня зовут Валерия, и у меня к вам вопрос. Как правильно принять квартиру? Этот вопрос очень объемный, и самым лучшим ответом будет нанять специалиста, который знает, на что смотреть и что проверять. Но если вы хотите сделать все сами, то прямо сейчас мы дадим несколько полезных советов. Начнем с того, что приемку квартиры лучше проводить в первой половине дня. Так естественный свет поможет вам увидеть все недостатки, которые могут быть. Обязательно перечитайте договор с застройщиком, чтобы точно знать, что было прописано и что должно быть в квартире. Приемка квартиры очень важный и волнительный момент, поэтому можете взять с собой друга, который спокойно, если вы позволите, трезвым взглядом поможет осмотреть жилье и заметит недостатки. С собой нужно взять документы, само собой строительный маркер, которым будете помечать проблемные места, рулетку и уровень, стремянку, зажигалку или спички для проверки вентиляции и лампочку, а также любой бытовой прибор, работающий от розетки. Переходим к самой приемке. Я сразу оговорюсь, если на окнах, дверях и прочих вещах есть царапины и сколы, сразу помечайте их. Застройщик должен будет все заменить. Пол в квартире должен быть ровным и без пустот. В качестве проверки его можно просто простучать. Межкомнатные двери, как и входная, должны стоять ровно, хорошо закрываться и открываться без посторонних звуков. Если что-то не так, сразу же отмечайте это в акте. С окнами та же ситуация, но в дополнение они не должны сквозить. Для проверки поднесите к раме зажигалку или спички, и сразу все станет понятно. Стены и потолок должны быть ровными, и тут стоит узнать у застройщика тип материалов, чтобы знать их нормы и отклонения. Розетки должны быть в том количестве, в котором указаны в договоре. Если вам кажется, что такое нельзя забыть, вот вам пример из жизни. В доме, где я живу, у соседей застройщик забыл про трубы для раковины на кухне. Кстати, сантехника в квартире тоже должна работать исправно, и напор воды должен быть везде хорошим. Обязательно проверьте радиаторы отопления на предмет вмятин, подтеков и прочих сюрпризов. Так вы сможете избежать неожиданных ситуаций в начале отопительного сезона. Что же делать, если были найдены недостатки? Вы можете отказаться от приемки квартиры до устранения недостатков, или же заехать в новый дом, а застройщик в течение 45 дней должен устранить все дефекты. Кстати, если в акте приемки будет пункт про согласие с переносом срока сдачи, вычеркните его, и застройщик будет замотивирован сильнее. Ну и наконец, от лица нашей программы желаем вам тепла и уюта в новой квартире. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Показатели национального проекта «Демография» по итогам прошлого года выполнены на 100%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что реализация программы завершается уже в текущем году, а с 25-го она, по поручению президента, будет расширена и преобразована в новый нацпроект «Семья». По словам Татьяны Голиковой, наиболее востребованным инструментом среди населения стал материнский капитал. В прошлом году его получили 924 тысячи семей. Кроме того, более миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка. У пользователей портала госуслуги появилась новая возможность. Теперь благодаря сервису можно подать жалобу в прокурорские органы. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. Он также уточнил, что подобная услуга также доступна на сайте ведомства или в мобильном приложении для смартфонов. Подать жалобу в прокуратуру любым способом онлайн при этом могут жители как больших городов, так и малых населенных пунктов. Минздрав России утвердил новый стандарт помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях. Одно из самых главных нововведений документа — исключение из него антибиотиков. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь же, согласно обновленному стандарту, при диагностике и лечении ОРВИ добавлены другие лекарства. Это, например, противовирусные препараты. Продолжаем наш эфир. С 1 января этого года обслуживанием газовых сетей в домах нашего города занимается Петербурггаз. Это позволяет упростить как работы, так и контроль за их выполнением, ведь одна организация отвечает за все. В связи с таким изменением нам, петербуржцам, необходимо заключить новый договор и продолжить пользоваться услугами, как и раньше. Однако на сегодняшний день, а прошло почти 4 месяца, остались те, кто этого не сделал. Это может стать проблемой для окружающих, то есть для нас с вами. Почему важно заключить новый договор и зачем он вообще нужен, мы спросим у Олега Миронова, заместителя генерального директора главного инженера газораспределительной организации Петербургаз. Добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости. Добрый день, Леонид. Давайте начнем с простого. Вот сколько на сегодня процентов, может быть, количество миллионов человек заключило новый договор. И вообще зачем он нужен-то? Да, ну вот на сегодняшнюю неделю 74% населения с 74% квартир заключили договор уже. Нужно это для безопасности в первую очередь. Это же как со здоровьем, проще заниматься префилактикой, чем потом лечить. Поэтому заключение договора это гарантия того, что к вам придут, проверят, у вас все будет безопасно и исправно функционировать. Хорошо, тогда вот у меня один из вопросов, который я увидел в интернете, пока готовился к этому эфиру. Но у меня сейчас все в порядке. Ко мне и так приходили, у меня все работает. Профилактикой занимался. Зачем мне что-то новое заключать? Я еще и платить в два раза больше теперь буду? И туда, и туда? Ну, еще раз говорю, заниматься лучше профилактикой. Кроме того, есть технические регламенты по обслуживанию. Раз в год обязательно надо обслужить оборудование. Оно может и неожиданно сломаться, и последствия тогда от этого будут непрогнозируемые. По поводу платить. Нет, раньше так же и платили. Только раньше это был один платеж. Сейчас платеж разделен на две части. То есть одну часть за общее имущество на квартирного дома, это в управляющую компанию. А за оборудование личное, то есть за плиту, за колонку, уже это будет отдельный договор. Вот в этом весь смысл реформы. Ну, то есть для меня, как для потребителя, для моего кошелька ничего не изменится. Я как отдавал энную сумму, так и буду отдавать просто в две разные, скажем так, организации. Да, плата за... Вот она была комплексная до 1 января этого года. Она разделилась. Плата за общее имущество... Платежки, можете видеть, уменьшилась. Вот. А для жителей, ну, практически, наверное, ничего не поменялось. Особенно тем, у кого плиты, ну, там, наверное, небольшой какой-то процент роста есть. Но это совершенно в пределах, наверное, инфляции может быть. То есть поправьте меня, если я вдруг неправильно понимаю. Для меня, как для потребителя, вообще, по сути, ничего не изменится. Ну, по сути, то кроме обязанности заключить договор и допустить сотрудников, нет. Ну, хотя это и раньше тоже было. Ну, а если в глобальном понимании, теперь есть вот одна организация, Петербург, ГАЗ, к которой можно прийти и спросить, а почему вот оно так работает, так не работает, что-то происходит. Мне не нужно бегать к одним, к другим, к третьим. Всегда теперь можно обратиться к вам, потому что вы обслуживаете, по сути, все дома с газом. Да, мы и раньше обслуживали большую часть, но сейчас закон монополизировал эту деятельность практически, можно сказать так. И, да, к нам надо обращаться по любому поводу, если есть вопрос с газом. Хорошо, здесь я понял. Хочу отдельно обсудить момент стоимости как раз-таки услуг. Я обратил внимание, что в разных регионах сумма, которую житель должен отдать за обслуживание газовых сетей, может быть 2,5 тысячи, 2 тысячи. У нас в Петербурге очень низкие цены, даже если сравнивать Петербург и Ленинградскую область. Это же прям, скажем так, подарок кошельку. Да, мы старались, и было поручение от власти, чтобы для жителей Петербурга минимальные изменения произошли по стоимости. Они практически не произошли. Да, у нас в несколько раз меньше, чем у коллег из других регионов. Банально даже плита в Петербурге за ее обслуживание 300 рублей. 120, да. Там 900, мне кажется. В три раза разница, а мы вот здесь соседи. Да, да. Ну вот нам удалось так. Хорошо, предлагаю тогда прямо сейчас посмотреть сюжет нашего корреспондента Айны Керимовой, которая расскажет о том, как можно заключить договор и в чем важность проверки газового оборудования в квартире. 80% жителей города перезаключили договоры с Петербург-Газом. Напомню, что без этого документа вас могут лишить топлива в квартире. Поэтому сегодня говорим о том, как все сделать правильно и не прыгать в последний вагон. С 1 января 2024 года всем жителям газифицированных квартир необходимо заключить договор с Героем Петербург-Газ на техническое обслуживание. Сделать это необходимо через МФЦ. Второй вариант через личный кабинет сайта Героем Петербург-Газ. И новый вариант – это письмо, которое приходит жильцам непосредственно, они получают и заключают договор. В этом доме у нас есть квартира, давайте заодно проверим, пришло ли им письмо и проведем техническое обслуживание газового оборудования. Здравствуйте, Героем Петербург-Газ. Пришли выполнить техническое обслуживание. Техническое обслуживание газового оборудования. Что туда входит? Визуальный осмотр газовых труб, газовых кранов, то есть визуальный шланг смотрим, проверяем на плавность входа краны, на утечку смотрим приборы и краны проверяем также. Как часто это делаем? Это делается раз в год. А пока все это проверяют, напомню, что заявление на заключение договора приходит прямо в ваш почтовый ящик. Расскажите, почему именно этот способ вы выбрали? Ну, так как все способы другие, не совсем нам подходит. Если это делать через МФЦ, заключить договор, то это территориально бывает очень далеко. Через интернет можно как бы подать заявление, но не каждый пожилой человек может это выполнить. Так удобно, да. До меня договор пришел в почтовый ящик, я его достала. Данное заявление заполните, дальше просто отправите это все в адрес ГРО «Петербургаз», и, соответственно, договор на техническое обслуживание в вашей квартире будет заключен. Утечек нету, краны в исправном состоянии, приборы в рабочем состоянии, вентиляция у вас работает. И по уходу мы вам вручаем памятку, и второй паспорт технического обслуживания газового хозяйства. То есть увидимся с вами через год. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мне кажется, залог спокойствия для жителей, когда сотрудники газовой компании говорят, увидимся через год, все в порядке, до встречи. Но самое главное, что я из сюжета извлек, это несколько вариантов, как можно заключить договор. Это и в интернете, и физически можно. То есть действительно прямо в почтовый ящик можно положить договор, и я с ним ознакомлюсь спокойно дома, и потом подпишу, да? Да, смотрите, мы постарались, чтобы для жителей было максимально удобно. Уже еще в прошлом году у нас заработал сервис на сайте, то есть личный кабинет, где можно было дистанционно вообще никуда не ходить. Сфотографировать документы, заполнить поля, и договор практически заключен. Потом подключилась, вот как раз те, кто не может пользоваться интернетом, для них была сделана опция в МФЦ прийти. Тоже заработала в прошлом году. И была организована массовая рассылка оферт в квитанциях на газ. Но, однако, остались молчаны, так называемые, мы их так называем, кто никак пока себя не проявил. Для них будет с мая месяца проводиться рассылка по действительно почтовой ящике Почты России, тоже оферт на договор. Хорошо, давайте представим, что я злостный ни плательщик, ни пускальщик в квартиру. Вот самый вредный житель, которых, я надеюсь, в Петербурге нет, но мы представим такого идеализированного персонажа. Что со мной будет, если я не заключаю договор, не пускаю сотрудников газовой компании в квартиру осмотреть, мне действительно отключат газ или ничего, я буду так дальше платить, пользоваться, просто на карандашике где-то буду и все. Ну, смотрите, кроме того, что вы несете опасность для соседей, есть еще законодательные моменты. То есть действительно и поставщик газа, и ГРО вправе, не обязаны, но вправе отключить газ. Кроме того, может быть наложен штраф. То есть в кодексе административных правонарушений есть статья о уклонении заключения договора. Это уже зона ответственности государственной жилищной инспекции. Может быть наложен штраф. Но самое главное, что, во-первых, если вы понимаете, что я уже не пускаю какое-то время к себе в квартиру для проверки, то, скорее всего, там, наверное, что-то не так. И вы можете просто остановить, скажем так, подачу газа в квартиру, потому что неизвестно в каком она состоянии. Но это не наша цель, опять же. Наша цель – это заключить договор и прийти ко всем, проверить. То есть нет цели отключать газ. Ну, понятно, это уже в случае, когда действительно может быть риск для целого дома, для семьи. Когда есть риски, да, мы действуем достаточно жестко, когда есть риски. А давайте обсудим ситуации, когда пытаются саботировать заключение договора. Опять же, в социальных сетях видел несколько примеров объявлений, которые расклеивают на почтовых ящиках. Не заключайте договор, не надо, все было как раньше, не платите лишнее непонятно кому. Сильная проблема? Ну, проблема такая есть, к сожалению. Это сарафанное радио, да. И просто люди не разбираются, скорее всего, в вопросе. Надо разъяснять, просить управленческой компании с этим работать. Вот прямо сейчас вот мы видим на экранах как раз один из вариантов предупреждений, что это налог из воздуха, непонятно на что. Ну, мне трудно комментировать такое, поэтому, ну, это, конечно, ужасно. Ну, давайте сразу, вот у нас есть пример, вот объявление, где человек пугает чем-то людей, а мы еще раз проговорим, что это не налог на что-либо, это оплата, которая и была просто... Это оплата, она уже и была, это оплата за услуги, которые окажут наши специалисты. И она очень сильно отличается от других регионов, как вы сами сказали, небольшая по сравнению с другими регионами. Даже если просто исключить вот ситуацию и там обсуждение сумм, это просто необходимость, чтобы вы сделали нашу жизнь безопасной и мы могли пользоваться газом без каких-либо проблем. Да, да, да. Обязанность собственника договор заключить, наша обязанность его исполнить. Хорошо, как раз к вопросу собственников. Смотрите, есть же коммунальные квартиры в Петербурге, они еще есть, их довольно большое количество. Как там все это будет разделяться? Например, у меня в собственности комната. Я буду платить полную сумму, как и жители всей комнаты, или платеж будет делиться? Как будет это выглядеть? Да, коммунальные квартиры, это, конечно, всегда отдельная история, не попадает под общую такую массовую рассылку. Значит, для них придумано два способа. Первый, значит, собственники помещения в коммунальной квартире выберут одного ответственного собственника. И мы с ним заключим договор. И с него будем требовать плату. Либо разработана такая форма договора, называется «с множественностью лиц». Тогда они должны все подписаться. И тогда плата будет делиться. Вот два способа. То есть, опять же, здесь любой удобный вариант. Если есть старосты коммунальной квартиры, то с ним. Если не договорились, тогда давайте все подпишемся, и тогда плата поделится. Хорошо. Я предлагаю подвести небольшую черту под разговором про проверку оборудования в квартирах. Давайте послушаем мнение петербургцев, у которых мы на улицах города спросили, а когда у них проводили проверку, и как часто это делают? У меня дома обычное оборудование электрическое, поэтому думаю, что газовое оборудование должны проверять не реже, чем раз в год. Ну, сейчас мне так не вспомнить. Ну, раз в полгода-то точно проверяют. Да и чаще. А вот мажут эти трубы, которые, знаете, там вообще часто приходят. У меня квартира не так давно своя, поэтому я даже при покупке больше не проверяли. У нас его не проверяют, у нас электричество, поэтому совсем другая система проверки. Скорее всего, нам это не нужно. У нас и так все хорошо. Вот я присоединяюсь к лагерю тех, у кого электрическая плита, все в порядке, не надо ничего проверять. И я знаю, что я газ точно не забыл закрыть, потому что у меня его нет, и я в этом плане не переживаю. У меня еще есть личный вопрос. Смотрите, вот мы прямо сейчас, у нас в данный момент 15.39 на часах, на работе. Мы с вами беседуем. Как быть, если ко мне хотели прийти, а я не могу, я на работе. Мы можем как-то перенести встречу с сотрудниками газовой компании или нет? Да, вы можете позвонить на 104, короткий номер, тот же самый номер, как и аварийку вызывать. И можете ставить заявку на перенос даты. То есть это, опять же, спокойно двигается под необходимости жильцов? Можно, такая возможность есть. Но лучше уж договорились в какой-то период? Лучше договорились прийти, да, потому что, конечно, ходить по одной квартире в 10 домов проще, чем в 10 квартир в одном доме. Да, это было бы немного сложно. И, наверное, самый важный вопрос под конец нашей беседы – это лжегазовики. Ну или, как в народе называют, лжегазовщики, обманщики и любые другие термины. Как нам отличить, что к нам пришел действительно сотрудник Петербург-Газа? Предлагает действительно заключить договор на обслуживание, а не продаст какие-то счетчики, воздух, воду, еще что-нибудь. Вот как от этого себя обезопасить? Мы уже давно этой историей занимаемся. Много там было на всяких моментах. Поэтому, во-первых, сотрудник Петербурга-Газа должен быть в форме. Раз. В фирменной. Во-вторых, у него обязательно с собой служебное удостоверение. Это два. Третье. У нас сейчас и сотрудники, и наши, и подрядчики бывают, ходят. Все с бейджами. На бейджах QR-код. Можно отсканировать, попасть на специальный раздел нашего сайта. Там будет фотография сотрудника. То есть будет подтверждать. Ну и четвертое. Вообще можно позвонить опять же в 104 и выяснить, вот там Иван Иванович Иванов работает. Да, работает. То есть базовая даже инструкция, например, моей бабушке, которая в интернете не разбирается, ей позвонил, узнал, разобрался, понял. Можно ни QR-кода, ничего. Увидел кого-то в форме с бейджиком, позвонил, убедился, и тогда уже открываешь дверь. Здрасте, проходите. Да, да. Именно так. Мы же не только там планово этого делаем. Мы заявки ремонтные исполняем. Когда колонка сломалась, звонят нам. Еще самый важный вопрос в финале нашей беседы. Сотрудники газораспределительной компании же на месте никаких денег никогда не берут. Вы переводите прямо сейчас мне условно на какой-нибудь банк деньги, мы вам все сейчас починим. У вас тут не так проветривается квартира. Вот если говорить про техническое обслуживание, вот про конкретное техническое обслуживание, то надо подписать акт выполненных работ, и плата будет включена в квитанцию за кварплат. На месте, собственно, никто никогда ни за что денег не берет. Если мы чиним колонку, допустим, то там у сотрудников кассы. Прекрасно. С этим все понятно. Спасибо вам большое за то, что объяснили, зачем. Самое главное, что это влияет на безопасность. И чем быстрее заключается договор, тем спокойнее жить будет и мне, и соседям, и всему в целом дому. И приоткрыли завесу тайну, а что будет, если этого не сделать. Дорогие зрители, я напомню, мы беседовали с Олегом Мироновым, заместителем генерального директора, главным инженером газораспределительной организации «Петербурггаз». Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ. Продолжение следует...